итак на ремонте вот такой большой холодильник где-то метр восемьдесят в длину как называется сейчас покажу не уверен что будет видно выцвевшая nord dx 244-010 значит как видимо уже кто-то занимался как мне кажется компрессором но компрессор работает но не холодит причина я думаю что об одном канале 1 об одной линии вот из это выход сначала идет по вокруг дверок борозильной камеры возвращается и потом уже в конденсатор что мы будем делать мы будем отрезать этот ободной канал там он где-то перегнил добраться до него нет возможности только вскрывать корпус обрезаем и напрямую пускаем сюда ну и конечно же при обязательном условиям меняется фильтр но это даже не обсуждаем и все и будем смотреть ну и конечно сюда поставим клапан шредера начинаем работать и так что я уже сделал и что еще буду делать значит не получается мне поставить значит что я уже сделал отварил здесь была просто заглушена трубка поставил клапан шредера отсоединил трубку железную которая идет туда как обводной контур ее соединил прямо на конденсатор и уже снял отварил фильтр поставлю сейчас новый немножко его как видите завернул чтобы он вверх смотрел иначе припой может затекать в середину фильтра поэтому при пайке нужно так что было немножко вверх вот так во всяком случае удобно зажигаем как обычно чуть-чуть газа этого будет достаточно немного кислорода собственно не знаю видно или нет чуть-чуть добавлю кислорода чтобы красного пламени не было все греем греть нужно по большей степени фильтр он медный на него уходит он начнет такой становиться блестящий на него хорошо затечет видно что под ним начал плавится припой предыдущий важно со всех сторон проплавить иначе будут проблемы вот собственно все теперь капиллярную трубку немножко зачистим и тоже уже теперь можно будет выровнять и тоже за завариваем ну собственно и все проблема с капиллярной трубкой вообще нет проблем нужно будет вот эту трубку железную отрезать разогнуть и соединить меня отвлекли продолжим с фильтром нужно подпаять теперь капиллярную трубку просто ее немножко зачистили вставляем так чтобы она внутри зашла ну и опять таки трубка должна сейчас она немножко вниз по вертикали не совсем вниз но немного для того чтобы припой не затекал внутрь фильтра разогреваем именно фильтр потому что трубка тоненькая если ее чуть перегреть она расплавится в прямом смысле этого слова ее вообще греть не нужно она и так до того состояния как прикасаетесь со всех сторон капли поставили все готово что теперь необходимо как я и говорил сейчас покажу более подробно может быть более ближе вот здесь ситуация с об одной трубкой она выходит уходит в середину к дверке возвращается от дверки и заходит в конденсатор где-то там она железная там может быть где-то алюминиевая даже внутри нужно ее отрезать вот эту тут уже и соединить сюда напрямую на конденсатор сейчас этим и займусь чем-то возьму перережу эту эту трубку аккуратненько ножевочным полотном отрежу ее где-то на входе чтобы хватило сюда значит когда мы привариваем а это металлическая трубка разница только в том что нужно приготовить флюс я использую буру потом когда нагреваю засовываю пруток горячий в буру он прилипает и наношу буру ну или можно так просто взять на нагретый уже на нагретую трубку посыпать и она бура прилипнет и там начнет себе плавится к металл к железу не так хорошо бура припой пристает нужно через через буру макнула она привыкла и теперь привариваем а приварим точно также смотрим чтобы огонь не попадал куда-то на краску иначе будет отплавлять чуть-чуть я засунул ну и теперь ждем того момента когда очень хорошо прилипла вместе с бурой прямо ягло растекается вопросов нет немножко еще добавлю буры нагреваем добавили буру и оплавляем ну и смотрим так чтобы обязательно снизу прихватилась с обратной стороны принципиальный вопрос тут везде может быть буры немножко добавить что все равно все а